Девушки отдыхают Свободы от стереотипов Новый Jaguar XF Новый тренд в бизнесе 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 То есть вот одна из беседок, которая здесь вот на территории парк-отеля, то есть оборудована вот такой вот историей, и гости могут приехать, записать рецепт плова с ножкой вараньи, так сказать, и вот попробовать приготовить. Или вы приготовите? Ну, если у них есть желание и способности, они могут сами приготовить, а если нет, тогда могут с моей... Ты сейчас способностям научишься, будешь вот куда там что... С моей помощью могут приготовить. Лучок готов? На полукольца? Да, да, да. Плюс он ко всему морковка, но нарежем буквально через пару минут. Еще немного позитива утропонедельника из наших бодрых новостей. Дальше продолжим готовить. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Пес Хаус спас от ядовитой гремучей змеи свою семилетнюю хозяйку Молли де Лука, но сам пострадал от укусов опасного гада. Всего два месяца назад семейство де Лука взяло хауса из собачьего приюта. Он прижился в их доме и, как видим, быстро отплатил за доброту. Почувствовать себя средневековым рыцарем в современном мире решил энтузиаст-британец. Надев гремящие и сверкающие латы, он попытался проделать простейшие, казалось бы, вещи. В итоге, спускаясь по лестнице, едва не упал. Сесть в автомобиль удалось только с десятой попытки и то лишь расставшись со шлемом. Он не помещался. Проще оказалось купить продукты в магазине, а вот поесть опять-таки в шлеме было сложнее всего. В прорези забрало, пролизала только картошка фри. При всей нелепости происходящего видео стремительно набирает популярность и его автор уже сообщил, что собирается снимать продолжение. Поздравляем! Поздравляем! Полукольцами. Едем дальше. У нас сегодня морковочка еще. Мы ее не трем. Нет, мы ее нарезаем соломкой. Крупной. Думаю, да. Слушай, Коль, я вот когда ехала сюда, я же знала рецепты какие, Коль, Саша, господи, просто какой-то Николай меня вспомнил. Так вот, я читала рецепты и было написано, для того, чтобы приготовить идеальный плод, нужно подобрать определенный сорт риса и определенный сорт морковки. Вот какой рис, какая морковь должна быть? Рис мы используем коричневый. Он, коричневый почему называется, у него не снята верхняя оболочка. Костюмчик, он так сказал. Да, из-за этого не пропаренный он, в нем все остаются витамины, привкус у него легкий, ореховый. Не знаю, пробовал, наверное, какой-то прям такой рис с легким, ореховым привкусом здесь. Так, ага, то есть он максимально будет полезен, потому что плечатка, если такая... Слушай, почему еще его советуют? Морковочка готова, да, у нас прикупается, там соломки крупные. Такой рис, советуют брать в нем меньше крахмала, и он не будет такой вот, как сказать, рисенький он будет. Если вот так вот, не такой местной каши, у нас не получится, когда вот по итогу... Будет рассыпчатый рис, да. ...в казан. Вот, по желанию, по совету повара, берем из коричневой. Готово. Когда программу начали писать, мы уже вот в печку забросили дровишек. Ну, с монголой прогретой. Нужно забраться? Да, да. Итак, в первую очередь, там масло должно быть или нет? Да, обязательно. Прогретое, да. Растительное? Да, да. Да, да, хорошо. Лучок и морковку мы отправляем в казан. Предварительно, когда обжариваем овощи и мясо, огонь может быть сильный. А затем уже? А затем, когда потушится мясо и забрасываем рис, огонь должен быть слабый-слабый, чтобы степенно томился. Ждем 5-7 минут. Начнем нарезать мясо. Ну, а пока посмотрим еще одну рубрику. Называется «На красоте». Немножко советов для нас, для девочек, от наших бьюти-экспертов. Не приключайтесь. Оставайтесь с нами. Хорошие новости для тех, кто не владеет большим мастерством по части укладки волос. В этом году в главной роли простота. Так что часы, проводимые перед зеркалом, можно потратить на что-нибудь другое. Используя небольшие женские хитрости, даже обладательница самых прямых волос может позволить себе роскошные кудри. Наиболее надежные и удобные традиционные способы создания волн – это бигуди и плойка. Чтобы все получилось, достаточно следовать парочке нехитрых советов. Разделите волосы на отдельные пряди и начинайте накручивать по направлению от затылка. Такую трехуровневую плойку следует держать строго горизонтально. Когда щипцы достаточно нагрелись, опустите зажим и подождите порядка пяти секунд. Аккуратно накручивайте пряди одну за одной по направлению от корней к кончикам. В завершении каждый локон зафиксируйте лаком для волос и уложите прическу руками. Легкие волны готовы. Вперед по делам! И вновь доброго утра! С вами утренний канал «Накатунь-24». Мы продолжаем делиться секретами отличных завтраков. Мы отдыхаем в Белокурике. Сегодня мы в парк-отеле «Алтай-Грин». У нас плов. Плов непростой. Плов не на газе, не на плитке, а на улице в шикарной печи в одной из беседок, в которой можно здесь отдохнуть, приехав в этот чудесный парк-отель. Итак, что мы успели сделать? Резюмем. Мы нарезали и обжарили овощи. Правда? Да. Точно? Да, до золотистой корочки. Так, они у нас вот сейчас в Казани. Да, они у нас тушатся. Что делаем дальше? У нас вот ножками вот это так вот... Берем... Эх, покой мне не дается. Для плова мы сюда берем мясо с задней части или с лопатки. Барашка? Барашка. Потому что задняя часть, это ножки задние. Да, это задняя ножка. В котором вот он скакал когда-то, бедный барашек. Нарезаем его. Видим. Ты говорил, что все-таки нужно поменьше изрезать кусочек, такой поставил, убрал, режь уже что-нибудь, рассказывай. Какое-то оно должно быть без прожилок. Что нужно добавить, чтобы вот этим барашком не пахло, затем уже аромата не было, этот вот самый чудесный плов. Делись секретами, Саша, пора уже начать. Уже у нас почти все день программы. В основном не высокогорные, а равнинные. Потому что все зависимости, где они пасутся, у них V-образный перекус мяса. Допустим, в горах, да, в горах у них они жирнее, потому что сорта баранины пожирнее, они больше идут на плов. А у нас вот, допустим, средней жирности мяса сегодня. Вот он, который бегал по полям, по лесам? Нет, здесь это местные бараны. Так, местные бараны, так сказать. Саша, с утра вышел, так вот местный баран, кто там припарковался не очень, да, то есть где-нибудь вот тут он проезжал, такой все, и на плов. Это все, одного кусочка нам? Нет, нет, мы сейчас все перережем и отправимся следом за... К овощам. К овощам, да. Овощи 7-10 минут вот в этом самом горячем в нашем казане сейчас находится. Мясо готово. Да, да. Что там с овощами? Давай проверим, и если необходимо уже забросить мясо, мы дело сделаем. Овощи обжаривались у нас. В какое там состояние? Да, до золотистой корочки обжаривались. То есть можно мясо забрасывать? Да, да, да. Сейчас обжариваем мясо минут 10. Так. Потом добавляем бульон и минут 40 кушаем. То есть 10 минут нам нужно подождать. Смотрим рубрику ЗОЖ, еще парочка полезных советов от наших экспертов. Дальше продолжим готовить. Оставайтесь с нами. Отдыхаем вместе с парк-отелем «Алтай-Грин». Вдалеке от городской суеты, среди гор, на берегу озера. Кристально чистый воздух, изумрудные луга, цветочные поля. Все как в сказке, специально для романтиков. А для активных туристов – велосипедные дорожки, спортивные площадки, рыбалка и катамараны. Утро долгожданного отпуска среди гор начинаем не только чашкой кофе, но и скандинавской ходьбой. Минимум экипировки, максимум простора. Для прогулки понадобятся только палки и отличное настроение. 10 минут разминки, краткий инструктаж, спортсмены готовы к тренировке. Вдох-выдох, умеренный темп без надрыва и так, пока не почувствуете приятную усталость. На два шага у нас идет вдох, на три шага идет выдох. Перекат с пятки на носочек, шаг у нас обычный. Кстати, за час прогулки сжигается 300 килокалорий, половина съеденного завтрака. Работают практически все мышцы тела от макушки до пят. Ходьба сжигает в два раза больше калорий, чем обычный бег и отлично борется со стрессом. Во Франции ее прописывают вместо антидепрессантов. Но ехать так далеко совсем не обязательно. Альпийские горы ближе, чем вы думаете. В Белокурихе, в парк-отеле «Алтайгрин». А тем, кто к нам только что присоединился, я напоминаю, с вами утренний канал «Накатуин24». Мы отдыхаем в Белокурихе, сегодня мы в гостях у парк-отеля «Алтайгрин». Мы продолжаем готовить у нас сегодня плов с бараниной. У нас, кстати, суперповар, также в гостях, это Александр Трофимов. Саш, 10 минут мы ждали. 10 минут мы гуляли. Озеро, горы, все так спокойно, солнышко, птички. Прекрасно, цветы. Посмотрели Саш, прогулялись. Вспоминаем, что успели сделать, прежде чем залить воду в наш казан. Мы нарезали овощи, морковь, лук, обжарили. На оливковом масле? Да, на растительном масле. На растительном масле. Обжарили. В обжаренные овощи добавили мясо, баранину. Появился графин с водой. Зачем? Мясо у нас обжарило в течение 10 минут. Теперь мы добавляем воды. Не бульон, не там что-то, просто воды. Нет, потому что мясо само после обжаривания дает вкус. Так. Когда оно обжаривается, сканируется, да. И добавляем воду, и будет это бульон. Тушится примерно 40 минут. Зальем? Вот полный графин или не полный? Нет, достаточно половины. Ну, напоминаем, что для такого плова мы берем коричневый рис. С наименьшим содержанием крахмала, чтобы он был мисим, как рисин, с зернышком к зернышку. Итак, 40 минут тушим мясо, после чего засыпаем рис и еще 20 минут держим под крышкой к зернешку. Ждем. 40 томительных минут прошли. Рис засыпаем. Засыпаем. И сколько должно еще томиться вместе с мясом? 20 минут. Ровно. Ровно 20 минут. То есть 10 минут овощи жарим, 40 минут тушим с мясом баранины и 20 минут тушим тамни вместе с рисом, после чего выкладываем и сервируем. Да, да, да. Засыпаем. В это время смотрим модный прогноз, но дальше показываем, что же у нас получилось. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Ром и геометрия. Своё внимание мы остановили на черном свитшоте с белыми треугольными вставками. Такие принты визуально изменяют форму модели и делают одежду необычной и стильной. К нему примеряем темные брюки и оригинальный ремень. Еще одна находка – туфли на цветной подошве от Цезары Почотти. Ими дополняем образ. Лук понравится как рокерам, так и городским хипстерам. При всем стремлении Джона Ричмонда к экстравагантному стилю, дизайнер проявляет удивительное умение создавать такие вещи, которые с честью примерит каждый городской модник. И вновь доброго утра. С вами утренний канал «На Катуин 24». Мы в Белокурихе, в парк-отеле «Алтай Грин». У нас сегодня плов. Самый настоящий, с бараниной, с настоящим шеф-поваром Александром Трофимовым. Ну что ты так вздыхаешь? Ну сейчас попробуешь. Ты попробуешь. Твоя законная будет половинка. Плов красивый. Будем готовить его к подачке. Красивый. Как это? Украшать. Плюс один в копилку такого барбекю-меню утреннего канала. Все сейчас попробуем, отведаем, всех накормим. Но на сегодня все. До завтра. Избавьтесь от него. Говорите. Знакомый типаж. Те, кто не только говорит стандартно. Деньги не люди, лишними не бывают. Но и думает стандартно. Наступило время свободы от стереотипов. Новый Jaguar XF. Новый тренд в бизнесе. 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 Субтитры создавал DimaTorzok